Октоберфест Потому что вчера мы, собственно, завершили полный перечень и попробовали все пиво, которое имеется на Октоберфесте Именно так, ну, без сомнений, самым популярным пивом на Октоберфесте является Шпаттон И, как бы, это было неудивительно, но это худшее пиво на Октоберфесте, определенно Оно водянистое, ну, я сравниваю с остальными, не с нашими пивами, которые в магазине есть Да, любое из того, что вы можете попробовать на Октоберфесте, по сути, лучше того, что вы купите в пятерочке возле своего дома Но Шпаттон все равно сильно отличается от других представителей Октоберфеста в худшую сторону Топ у нас, кстати, немножко различается, то есть мы в некоторых моментах сошлись однозначно Наподобие того, что Шпаттон у нас на последнем месте из, собственно, вариантов пива А вот первые места слегка разнятся Так, давай перечислим, значит, какие есть Шпаттон, Хакерпшор, Лаунброу, Агустинер, Поланнер 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 Опять? Ну, в общем, в любом случае, мне проще сначала рассказать о последних местах Последнее, соответственно, это Шпаттон Предпоследнее Хакерпшор Почему Хакерпшор? Потому что мне не нравится темное пиво, а Хакерпшор это темное пиво Возможно, у них есть светлое, но мне, все равно, не очень оно понравилось Да, но его сложно выпить много Да Тройку разделяет, в общем-то, Поланнер, Агустинер и как бы неудивительно Лаунброу Причем у меня Лаунброу стоит на втором месте, а у Ромыча на третьем Сейчас мы объясним, почему На самом деле, хотелось бы Лаунброу выше ставить Вот из-за одной такой, ну, можно сказать, ключевой особенности Лаунброу Вообще не похоже на другое пиво А, мы еще забыли упомянуть Хофбрау Хофбрау, все, вот тебе их шесть Да, их шесть, да Лаунброу, весьма необычное пиво, у него это самая густая пена, которую я когда-либо видел Гущая пена Очень приятная такая Она кипенно-белая, плотная и достаточно долго лежит Так что просто очевидно, насколько вот эта пена показывает качество добротного пива Да, совершенно другое пиво Лаунброу Его вообще тяжело оценивать, ну, сравнивать с другими представителями Потому что оно вообще не такое То есть Августинер, Пуланер, Хофбрау Вот эта тройка, она очень похожа Вот, а Лаунброу вообще другое Я его отдельно, наверное, поставлю Но так оно у меня занимает где-то третье-второе место Ну ладно, давай пойдем по местам Собственно, первое место здесь мы однозначно его отдаем Пуланеру И если хочешь, я могу сказать, чем Пуланер, насколько мне полюбился Во-первых, Пуланер действительно легко пить Когда это фестиваль пива, очень важно, чтобы ты мог выпить не одну кружку И такой, ух, все, это было вкусно, но тяжело Вот хакер-пшор как раз такой Важно, чтобы ты после этого еще мог продолжить как-то ходить между палатками Там, не знаю, веселиться, получать удовольствие Пуланер идеальный в этом смысле И, пожалуй, это пиво, которое наименьшую разницу приобретает Между тем, как его только тебе принесли И тем, что у тебя в конце на дне кружки Потому что херовое пиво, как вы знаете И шпатан А вот когда вы кружку допиваете, его уже невозможно пить Оно уже совершенно без газов Оно теплое становится совсем-совсем мерзким И это уже допивается через силу С Пуланером такой фигни нет Да, все так Следующим, значит, у Ромыча встает Августинер И тут, я думаю, тебе стоит о нем рассказать Да, Августинер, ну, в общем-то, тоже в коем-то смысле очень особенное пиво Объясню, почему Это, насколько я понимаю, единственное пиво, которое не изменяло своих традиций с момента основания пивоварни То есть по-прежнему Августинер приезжает на Октоберфест в деревянных бочках Разливается из деревянных бочек То есть традиция... И подвозит его к палаткам лошади То есть на лошадях, лошадиных повозках Да, гужевые повозки, да То есть вообще все очень, ну, традиционно можно сказать И, в общем-то, пьешь это пиво и понимаешь, что вот таким оно было 200 лет назад И остается таким сейчас Ну, в общем-то, это придает некий шарм именно Августинеру Вот, бутылка у него абсолютно ужасная просто Видимо, потому что ее они тоже не меняли с момента основания Да, видимо, ее тоже не меняли То есть там отвратительная наклейка, форма бутылки напоминает жигулевская Но это не важно, потому что пиво просто реально клевое Оно 6,3 по-моему оборота Мощное, вот И при этом реально вкусное пиво То есть нет вот этого типа, знаете, пивного такого Когда его много пьешь, да Дальше у нас идет Ловенбрау То есть у меня оно на втором месте У Романа на третьем Но в целом мы их обсуждать уже по два раза не будем Соответственно, сейчас Ловенбрау Ловенбрау мы действительно просто готовы петь дифирамбо Несмотря на то, что оно занимает в нашем топе третье место по совокупности факторов Но это самое необычное пиво на Октоберфесте Однозначно То есть оно такое ощущение, что вот они где-то хитрят и отклоняются от этого закона о чистоте пива Потому что у него удивительный аромат Просто чумовой аромат Вот эта самая пена Какие-то нотки даже каких-то фруктов и пряностей слегка проскальзывают При том, что, конечно же, все пиво на Октоберфесте Это наиболее чистое Там ничего, кроме, собственно, солода Нету Очень приятное И оно именно вот такое пиво, которым хочется завершать поход по Октоберфесту И этому способствует то, что его палатка самая дальняя Ну и плюс, конечно, раз уж мы обхаяли дизайн Августинера То про дизайн Ловенбрау можно просто слагать легенды Это шикарно Он шикарный, абсолютно И вот в этом, именно в дизайне, похожи наши эти Клински Или кто у нас-то Балтика Клинск разливает Кто у нас Ловенбрау разливает Ну неважно По-моему, сам МБФ разливает Короче, вот наши вот эти вот Дизайн здешнего Ловенбрау нашего абсолютно одинаковый И я уверен, что у многих людей, которые, ну, любят пиво Приходя в магазин, они всегда хотели хоть раз взять Ловенбрау Потому что, ну, красивая реально бутылка Реально красивая Голубая такая этикетка Золотая надпись Ловенбрау Красивая, реально красивая Забавный нюанс В палатке Ловенбрау Очень сильно отличается контингент, я не знаю, официанток Как их назвать Ну, пожалуй, да, это официантки Но они просто разносят пиво Я не видел там ни одной дамы младше 40 лет Так что это такая палатка для закаленных Многими годами в боях У всех остальных в основном разносятся Ну, такие красивые девушки Или 20-25 Да, ну, иногда попадаются мужики, которые просто носят на такие вот Да, да А здесь не мужиков, не девушек Тут бабки Только дамы Да, да Понравилось бы любителям русского рэпа, наверное Четвертое место у нас получается Объясню почему Это первое пиво, которое мы купили Нет, не первое Но в коробке это было первое пиво, которое мы купили Это первое вот именно мюнхенское Да, октобрфестское, мюнхенское пиво Мы купили его коробку 20 бутылок коробка И решили, вот эту вот коробку у нас, значит, на 10 дней Потому что мы будем по бутылочке пивать каждый день В итоге мы его, да, за 3 дня выжрали И в последний день было очень плохо просто Мы выжрали очень, ну, наверное, очень быстро Очень сильно Это все было потому, что оно шикарно заходило Да, оно шикарно заходило Но впечатление оставило, конечно, не самое шикарное Потому что Потому что Перебор Да, перебор не буду в подробности вдаваться Но я думаю, мы так все поняли И я бы сказал, что из сортов пива, которые варятся для октобрфеста Надо пояснить, что вот это все Это не стандартные сорда этого производителя Это именно вот октобрфестовский сорт Они его варят к октобрфесту Он и в магазины поступает Он и на октобрфест едет в бочках И вот из этого набора Это самое такое, оно усредненное Оно не отталкивает У него нет каких-то ярко выраженных особенностей Оно вот такое вот хорошее пиво Без каких-то отдельных черт, на мой взгляд Ну да Именно поэтому его можно пить действительно очень много Если не перебирать Очень много Оно не начинает казаться плохим Оно не начинает казаться лучше Оно вот такое, какое оно есть И за это ему достойное место отводится в нашей таблице Ни одно из двух последних Да, ну а последний, соответственно, это хакер Потому что черный, потому что дерьмо Вот, ну как-то так получается А это шпатановская лопатка на логотипе Это лопатка для разгребания дерьма, которую они наворотили Но вот, повторимся Это, как ни странно, самое популярное пиво на октобрфесте И именно шпатану принадлежит палатка, в которой все начинается Где бургомистр открывает праздник Это шпатан Соответственно, первое пиво, которое пьется на октобрфесте Это шпатан Такие дела На самом деле, удивительно для нас было Еще до того, как мы его попробовали Вот это вот мнение местных про то, что он шпатан Да, нам так и сказал человек, который нам сдавал хату То, что типа шпатан это худший пиво на торпфесте И действительно так, видимо, да Августинер он возгромоздил, правильно сказал? Да На первое место Ну, соответственно, топ этого человека Это Августинер, Пол Аннер Дальше что там шло? Хакер пшо Хакер пшо Лоуен брау, хоу брау шпатан Да, вроде так Да Ну, у нас чуть по-другому, как видите Но все равно Пол Аннер действительно хорошее пиво У него в втором есть у нас на первом Такие небольшие изменения, но в чем-то мы все-таки согласны То, что шпатан это худший Да, и напоследок скажем, что в окрестностях Мюнхена, как мы узнали здесь Расположено еще невероятное просто какое-то количество мелких пивоварен С какими-то семейными традициями Которые тоже, конечно же, варят пиво по закону о чистоте пива И оно во много может быть даже лучше сортов этих крупных производителей Но на Октоберфесте, собственно, на самом семейном празднике Присутствуют только эти шесть марок А мелкие пивоварни, конечно же, тоже к празднику варят свое пиво Но оно продается исключительно вот прямо у них У них обычно так Пивоварня и при ней вот пивная, в которую приезжают глотнуть хорошего пивка Собственно, про Октоберфест мы рассказали Все, кто любит пиво и хотят попробовать реально хорошее пиво Стоит приехать на Октоберфест, ну хотя бы на, не знаю, два дня То есть не нужно там весь сентябрь и октябрь выделять, чтобы к нему приехать Вполне будет достаточно одного-двух дней, чтобы попробовать, в общем-то, все По деньгам, ну на самом деле по деньгам, конечно, сложно сказать, понимаете На Октоберфесте все дорого, но это по нашим меркам, да, по меркам русских там и так далее Для немцев возможно нормально там заплатить 11 евро за литр пива и 5 евро за сушку Для нас это немного неадекватно, поэтому мы так жидились, как бы, когда ходили по Октоберфесту А в целом, вот если вы будете приезжать в Германию, то исполнять магазины, где все очень дешево, даже дешево Ну и нужно пояснить, конечно, что это именно мы говорим о том, что продается в рамках именно ярмарки Потому что вот вы можете отъехать на одну станцию метро, зайти просто в обычный супермаркет И купить там ящик, то есть 10 литров того же самого ровно пива, которое вы можете приобрести по 10 евро литр Вы можете купить ящик за 15 евро А может даже и дешевле 15-17 это дорогой магазин у нас Может быть в центре еще дешевле, потому что, ну реально, мы купили, вот я в подарок купил одногруппникам и так далее 8 евро, 6 бутылок с красивым таким декоративным рюкзачком, это очень прикольно Да, причем полланнера, то есть то, что нам больше всего понравилось На этом все, и конечно, если вдруг у вас в Мюнхене выдадутся еще и свободные деньки Обязательно посетите музей И приезжайте на Штарнбергзея, потому что это действительно очень красивое озеро И мы сейчас наверняка еще пойдем и прогуляемся по берегу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок